Всем привет! Вы смотрите очередной эпизод видео-версии сайта Tarantas News и в данный момент о росте спроса на новые авто в России. Как сообщается в исследовании портала авто.ру, в марте текущего года спрос на новые машины в нашей стране увеличился на 8%. При этом их стоимость с января по март выросла в среднем на 3%. Почти половина новых легковых машин, которые попали в указанное исследование, подорожали в России в среднем на 3%. При этом 4 модели выросли в цене от 5 до 10%. Наряду с ростом цены было отмечено и увеличение спроса на 8%. Аналитики портала авто.ру связывают это со вспышкой коронавируса, падением цен на нефть и снижением курса рубля. Больше всего подорожал с начала года на российском рынке универсал Skoda Octavia, цена базовой версии которого выросла на 9,5%. Также стоимость изменилась у Nissan Morano, плюс 8,7% к цене. Skoda Superb в кузове Liftback, плюс 8,4%, в кузове Universal, плюс 7,9%, а также Nissan Qashqai, плюс 5,5%. Шесть моделей авто подорожали на промежуток от 3 до 5%. Сюда относятся кроссовер Nissan Tirana, внедорожник Toyota Fortuner, Kia Pro Seed и Seed, BMW M8, а также Kia Sorento Prime. И самый минимальный рост цены был отмечен у следующих автомобилей, представленных в России. Kia Rio, Kia Sportage, Skoda Kodiaq, Toyota Camry, Volkswagen Polo, а также Volkswagen Tiguan и почти вся модельная линейка Renault, за исключением Docker и Kaleos. Все эти автомобили подорожали от 1 до 3% с начала текущего года. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. До скорого!